Полгода назад Якутия провела зимнюю спартакиаду. Часть соревнований проходила также и в Нерюнгре. Спартакиада подарила городу не только незабываемые дни спорта и медали, но и порадовала новыми возможностями. С началом учебного года здесь впервые открывается секция фигурного катания. Тему продолжит Галина Якимчак. Пока это только первое организационное родительское собрание. И, конечно, многие родители, вдохновленные зрелищностью такого вида спорта, как фигурное катание, уже готовы отдать своих чат в открывающуюся спортивную секцию. На нашем городе все диковинка. Гимнастика, жестокий вид спорта, может там поломаться. Фигурное катание, наделать защиту, пусть ребенок получает удовольствие и свежий воздух, и спорт, и в любом случае какая-никая подготовка к жизни. Открытие секции фигурного катания стало возможно благодаря зимней спартакиаде 2016. Тогда на арене ледового катка нерюнгренцы впервые в нашем городе наблюдали за танцорами на льду. Всеобщее желание выразилось в предложении, направленном в Федерацию фигурного катания. Тренировки будут проходить четыре раза в неделю. Они включают в себя физическую подготовку, хореографию и скольжение. Это само фигурное катание. Поэтому у нас есть возможности, спортивные объекты для полноценного развития именно вот этого вида спорта. Это и зал, и бассейн, и ледовая арена. В секцию будут приниматься дети от 4 до 16 лет включительно, у которых нет ограничений по здоровью. А занятие будет вести тренер из Якутска, которая специально для этого готова остаться в Нерюнгре на постоянное место жительства. Замечательный город, очень дружелюбные люди, и мы очень хотим здесь развивать фигурное катание. Надеюсь, мы здесь надолго. Старт новому спортивному движению в Нерюнгре дан. И, возможно, уже через несколько лет родители, пришедшие сегодня лишь на собрание по организационным вопросам, будут гордиться большими успехами своих подросших фигуристов. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгре. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, Нерюнгре.